Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о силовой выносливости. Также мы сравним силовую выносливость и обычную выносливость, а потом после этого я покажу вам эффективные упражнения, как развить вашу силовую выносливость. Итак, что такое силовая выносливость? Силовая выносливость, она обычно содержится в ваших мышцах, да? Вы развиваете ваши мышцы, и это называется силовой выносливостью. Что значит силовая выносливость? Это значит то, что вы сможете выполнять какое-либо из силовых упражнений гораздо большее время, чем делают это обычные люди, да, у которых силовая выносливость не развита. И можно сравнить силовую выносливость с обычной выносливостью, и мы поймем, что силовая выносливость, она связана в большей степени с мышцами, и, конечно же, с дыхательной системой, а обычная выносливость связана только с дыхательной системой. Ну, обычно. Например, если сравнить бегуна и человека, который занимается воркаутом, человек, который занимается воркаутом, он сможет гораздо больше раз отжаться, гораздо больше раз подтянуться, сделать там становую тягу и что угодно, да? А человек с выносливостью, допустим, бегун, он сможет пробежать 20 километров и, может быть, даже не устать, да? Но стрит-воркаутер никогда не пробежит 20 километров, если он никогда не занимался. То есть силовая выносливость и обычная выносливость, они очень различаются. Силовая выносливость позволяет вашим мышцам не так быстро закисляться, как без неё. То есть если вы не обладаете силовой выносливостью, если вы её не развиваете, то ваши мышцы будут закисляться гораздо быстрее, и эффективность, продуктивность вашей тренировки будет гораздо меньше, чем у человека, который имеет развитую силовую выносливость. Поэтому, ребята, сейчас я вам покажу упражнение. два упражнения. Это комплексы, как развивать силовую выносливость. Поехали! Итак, первое упражнение. Смотрите, в чем заключается прикол первого упражнения. Вы должны будете отжаться на этом краю брусьев четыре раза, да? Допустим, начнем с четырех раз. Доходите на руках до этого края, отжимаетесь на этом краю тоже четыре раза. Возвращаетесь задним ходом, да? Задним ходом сюда, обратно. Отжимаетесь три раза, потом идете снова на руках сюда, отжимаетесь тут три раза и так далее. Два, один и вы чемпионы. На самом деле, если вы сделаете с шести до одного, то у вас идеально развита силовая выносливость. Посмотрим, сколько я смогу. Я начну с четырех. Не буду брать много, я не уверен, что у меня хорошо развита силовая выносливость. Поехали! Переходим ко второму упражнению. Второе упражнение состоит из комплекса упражнений. Это три упражнения. Первое – это подтягивание прямым хватом. Второе – обратным хватом. И третье – это отжимания. Все делается сразу же. Сейчас я покажу, как это делать. Можно сделать вывод, что в этих упражнениях дыхалка и мышцы работают 50 на 50. То есть силовая выносливость связана и с мышцами, и с дыхалкой, в отличие от обычной выносливости. Если это видео было полезно для вас, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и увидимся в следующем выпуске. Пока!